Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами я, Сергей Жордецкий, и сегодня мы с вами поговорим об актиномицетах. Почему они так полезны, можно ли их и нужно ли их целенаправленно разводить, выращивать, взращивать самим, как они взаимодействуют с растением, и в целом, почему они, скажем так, настолько полезны, и почему о них так много мы все время говорим. Актиномицеты – это бактерии, хоть и очень похожие на грибы. В целом, можно сказать, что внешне это грибы, то есть гифы, вытянутые, но внутри это бактерии, то есть, по сути дела, это простейшие микроорганизмы. Человек уже издревле научился использовать актиномицеты в своих целях. Конечно, сейчас самое главное направление в их использовании – это производство антибиотиков. Из более полутора сотни известных антибиотиков, около ста, производится как раз именно актиномицетами. Чем же они цены для растения? Они цены тем, что, руководствуясь чисто своими интересами, одновременно помогают растению процветать. Точно так же, как мы с вами досматриваем домашних животных или даже своих близких, актиномицеты помогают растению развиваться, спасают его в экстремальных ситуациях, защищают, подкармливают и, в принципе, позволяют существовать в целом. Как актиномицеты кормят растения? Самое главное, они содержат очень активный фермент целлюлазу, который разрушает растительные остатки, всю органику в почве. И благодаря этим остаткам, благодаря разрушенной органике, растения получают огромное количество питательных веществ для своего роста. Актиномицеты могут фиксировать азот, так как это делают клубеньковые бактерии. Фиксируют азот как из воздуха, так достают его из различных форм труднорастворимых фракций, переводя в легкорастворимые и доступные для растения. Где же есть актиномицеты? Да на самом деле везде, абсолютно везде. Они есть в почве, они есть на поверхностях, они есть у нас на коже, они есть даже у нас во рту. И ничего с этим, по сути дела, поделать мы не можем. Но так как они растут не очень быстро, то, допустим, компост на яме, они начинают развиваться уже в самом конце созревания компоста, делая из него наиболее полезное органическое удобрение. Как построено взаимодействие актиномицетов и растения? Растения каждую секунду корнями из корней выделяют в почву огромное количество различных органических соединений. Это очень просто на самом деле. Все эти выделения называются эксудатами. И их состав образует своеобразный язык растения. То, что мы между собой используем в качестве слов для растения, и актиномицета является составом вот этих выделений. Гриб, в свою очередь, очень четко считывает состав этих выделений растения, выделений из корней, и поэтому очень четко же реагирует на их состав, очень хорошо понимая язык растения. По изменению состава эксудатов актиномицеты четко понимают, что нужно растению в данный момент. На самом деле, мужчины бы очень сильно позавидовали бы такому взаимопониманию между этой парочкой. Допустим, растению не хватает воды. Пожалуйста. Актиномицеты закачают ее в самый центр корней, доставнут ее с любой глубины. Они ее могут даже влагу конденсировать из воздуха, и пожалуйста, только бы растение не засохло. Голод по азоту? Ничего страшного. Актиномицеты начнут фиксировать азот из воздуха и передавать сразу же напрямую растению. А если не справляется с этой задачей, есть очень интересный факт. Актиномицеты могут управлять даже другими бактериями азотофиксирующими, даже клубеньковыми бактериями, как будто бы им говоря, давайте-ка ускорьте свой процесс фиксации азота из воздуха, чтобы подкормить растения. Представляете, как все удивительно? Если же растение чувствует голод по фосфору, ничего страшного. Актиномицет достанет фосфор из самых труднодоступных мест. Что это? Раздробит камни, раздробит песчинки. Ведь все это содержит минеральный фосфор. Он абсолютно не усваивается растением. Он недостижим для растения. Но актиномицет раздробит минерал, достанет эту минеральную основу с помощью химических выделяемых веществ, растворит их, переведет в легкодоступную для растения форму и даст напрямую к корням. Ну и конечно же, куда без атаки патогенов. Как только на растения напали, неважно кто это будет, либо другой гриб, либо бактерия, либо насекомое, растение сразу же даст понять актиномицету, что попало в беду. Ну и что же? Актиномицет, скажем так, лучший массер по любым единоборствам. Это и антибиотики для атаки на патогенные бактерии. Это и хитиназа для атаки на патогенных насекомых. Это куча различных абсолютно ферментов, которые разрушат кутикулу нематоды. Все это актиномицет сделает для того, чтобы растению было только хорошо. Ну и еще одна очень чудесная вещь. То, чему люди в отношениях могли бы просто позавидовать отношениям между актиномицетами и растением. Это уровень поддержки. Когда растению плохо, когда оно находится на грани смерти, оно повышает уровень внутреннего этилена. Для большинства это название просто газа. Но этилен является чисто растительным гормоном стресса. Некоторые ученые даже называют его гормоном смерти. Так вот, как только растению плохо, оно повышает внутренний уровень этого самого этилена, гормона смерти. Растение повышает его в различных условиях стрессовых. Это жара или холод. Это переувлажнение или засуха. Это может быть соли тяжелых металлов. Или обычные соли, которыми вы посыпали слизней, в надежде их засолить на дорожке. Или же это те комплексные соли, которыми посыпают дорожные рабочие дорогу во время гололеда. Растение испытывает стресс и выделяет большое количество этилена. При повышении внутреннего уровня этилена растение должно быстро оставить потомство. Либо же, если этот уровень этилена слишком высок, просто-напросто умереть. И в этот момент актиномицет чувствует этот уровень этилена и говорит растению. Нет, умирать не надо. Яд это не выход из ситуации. Поэтому я тебе помогу всем, чем могу только ты, растение, живи. И начинает подкидывать растению и воду, и питательные вещества, и минеральные вещества, гормоны роста. Куча различных соединений, своих собственных метаболитов, которые помогают растению бороться за жизнь. И, вы знаете, условия не изменяются. Жесткие условия засуха, холод уходят. И растение остается живым. Более того, актиномицеты позволяют справиться с патогенами. Потому что, выделяя различного рода гормоны, актиномицеты стимулируют производство собственных защитных веществ у растения. И некоторые защитные вещества растения основаны на метаболитах. То есть, на составляющих именно тех, которые продуцируют актиномицеты для растения. Поэтому растение, благодаря такой поддержке, защищается даже от патогенов. И может пережить неблагоприятные условия. Но есть еще одно интересное явление. Это то, что взаимодействие между актиномицетами и растением динамично. Ведь если мы знаем, что грамм, скажем так, какого-либо стимулятора роста. Ну, возьмем, допустим, ауксин. Грамм ауксина стимулирует, допустим, прорастание семян. Или же стимулирует образование корней. Конечно, это происходит. Но если мы этот грамм внесем, скажем там, в почву, где растут уже проростки, рассада. То этот грамм уже может немножечко притормозить развитие корневой системы. Или даже притормозить развитие проростков. Смысл в том, что актиномицеты дают растению именно столько нужных веществ, сколько растение просит его об этом. Поэтому контролировать и вносить что-то дополнительное, конечно же, уже человеку не нужно. Потому что все дает актиномицет, который поселился на корнях. И образовал вот эту чудесную симбиотическую связь. Ну и подходим, конечно же, к такому вопросу, как все это использовать. Не стоит думать, что где-то на полке магазина существует пакетик с актиномицетами. Или с микоризой. Или с любым другим биологическим препаратом. Который чудодейственным образом решит все ваши проблемы и проблемы растения у вас на участке. Такого никогда не будет. Более того, когда мы возьмем какое-либо дерево, можем говорить о том, что его корневая система с одной стороны образовывает связь симбиотическую с одним видом актиномицетов. А с другой стороны корневая система образовала связь с другой разновидностью этих чудесных, я бы даже сказал, бактерий. Вопрос о том, как же, скажем так, размножить актиномицетов в почве, тоже отпадает. Они есть абсолютно везде. Даже дождевые черви используют их в качестве симбиотического организма, который находится у них в пищеварительном тракте. Дождевой червь поглощает органику, а актиномицеты в его кишечнике своими ферментами разрушают ту целлюлозу, ту всякую любую другую органику, попадающуюся им во время заглатывания почвы. Поэтому дождевой червь после себя оставляет ценнейшее удобрение и распространяет вместе с ним живых актиномицетов по всему участку, вне зависимости от нашего желания и участия. Поэтому актиномицеты вне нашего желания есть повсюду в большой концентрации. От нас требуется только лишь не мешать им образовывать связи, не травить их излишним количеством химических препаратов, не иссушать почву слишком глубокими и частыми перепахиваниями почвы, позволить актиномицетам жить там, где они хотят, а растению брать тех из них в свое сотрудничество, которые на данный момент им более выгодны. Конечно же, здесь действует правило, что наиболее лучшие разновидности или штаммы, или виды актиномицетов там, где больше урожай и где более здоровые растения. Поэтому, если вы закладываете компост, то рекомендуется просыпать компост почвой. А почву лучше брать из тех мест, где мы видим более здоровую фауну, то есть более здоровые растения. Под здоровым деревом, которое дает здоровый урожай, и мы видим хороший газон под этим деревом, без заражения, без патогенов, земля из-под этого дерева будет идеально подходить для просыпки компоста и обогатит его, соответственно, актиномицетами, которые потом просто-напросто распространятся по вашему участку. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Задавайте, конечно же, вопросы в комментариях, потому что тема абсолютно не изучена, абсолютно широка. Я попытаюсь вам ответить на вопросы в комментариях. Ставьте лайк, если видео было вам полезным. До скорой встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok